Дорогие соотечественники! Немножко поменялась музыкальная заставка, а заставка касалась как раз времен года. Времена года, они оставляют отпечаток на наших душах, на нашем настроении. Одни времена – это начало, другие – печальный конец. Где начало, где печальный конец в золотую осень? Очень трудно определить. Падают золотые листья. Одни говорят, что это падают наши надежды. Другие говорят, что все равно после осени, после зимы наступит весна. И вот так смотришь на это все происходящее, за этим романтическим кадром, и смотришь, что есть какое-то созвучие между природой, между погодой, которая никогда плохой не бывает, и деяниями людей. Вспоминается по различным рассказам, по различным историям, что в старые добрые времена, если кто-то угонял табун лошадей, или что-нибудь другое, ценное для общества, то его ловили, побивали камнями, в Библию читали, тыкали и говорили – не укради, не убей. Разбирались по-простому. Но в те времена, когда появилось государство, все эти функции общины, наказания за различные преступления стали переходить к государству. Предполагалось, что право на суд и право на наказание имеет только государство. Но в государстве стали появляться хитроумные судьи, хитроумные чиновники, коррумпированные, вороватые, плотоватые. И тогда эти законы стали обращаться против людей. С появлением государства появилась экономика, государственная в том числе. Появились самые главные институты государства, суды, появились правительства, появились разные, различные системы, которые призваны были наблюдать за всем, в том числе и за экономикой. Чтобы не начудили чего, не напортачили чего. Но вот в последнее время что интересно. Интересно то, что, я говорил вам уже об этом, что последние Нобелевские премии по экономике все до одной были связаны с экономикой поведения, экономикой менталитета. И вот все эти кражи, все эти удивительные приключения этого миллиарда, которые в эквиваленте, повторяю, это 30 тонн золота, который никто не знает, куда уплыл, как уплыл, каким образом, и вернуть ли его. Это все завязано с идеей государства. Если государство разъедается как древоточцами, как термитами, продажными коррумпированными чиновниками, то что можно сказать об экономике ее будущности? Вот поэтому мы пригласили сегодня в гости Михаила Пойсика в эту между такой прекрасную осень золотую парад такая изумительная, красивая, чтобы поговорить о том, что вот все эти экономические вещи, беды, невзгоды, все, что мы видим, происходит. Многие говорят, ну, так экономика пусть она будет экономикой, государство пусть типа будет государством, менталитет людской, вот насчет мы говорили защиты последней, сам по себе, мол, дескать, и все будет хорошо. А вот мы как-то замечаем, что каким-то непонятным образом вот этот хищнический менталитет, он каким-то образом ухитряется пользоваться государством, в том числе меняет отдельные законы, отдельные постановления положения и создает очень удобные норы для того, чтобы хищническим образом относиться к нашей экономике. Вот скажи, пожалуйста, как экономист, что все-таки движет экономикой, что определяет судьбу экономики, а вместе с ней, конечно, и судьбу людей, и рабочих мест, и судьбу наших детей и внуков. Экономика движет желание жить лучше, это понятно, и мера исполнения этого желания это являются деньги, и когда в власть приходят люди, которые распределяют механизм перетока этих денег, будем говорить, алчные, не чистые на руку, то это приводит к трагическим последствиям, я просто вот к тем цифрам, что я называл, тот миллиард из всей денежной массы, которая была в стране у физических и юридических лиц, в наличной и безналичной форме это составило 42%, история не знает, чтобы у государства буквально за несколько дней украли 42% денег наличных и безналичных, вот вдумайтесь, вся левая масса была 42 миллиарда, вот что было как бы лей, лей, да, а украли 17,8, вот чтобы было как бы сопротивление. это, я почему упомянул вот эту цифру 30 тонн золота, 30 тысяч килограмм золота, потому что обычно люди говорят, так вы скажите нам или в долларах, или в лев, я говорю, давай скажем проще, люди добрые, у вас стырили, по-простому говоря, 30 тысяч килограмм золота, 30 тонн золота, и меня что удивляет, как-то ни международные валютные фонды, ни организации объединенных наций, ни венецианские комиссии, ни подкомиссии, ни всякие эксперты, и прочее, как-то пошумели, пошумели, и как-то вот в болото, как Каменюк укинули, Нью-Йорк Таймс поудивлялась, там не видно, масштабом, и внимание, масштабная Нью-Йорк Таймс поразилась масштабами в кишине в такой мелкомасштабной стране экономики такой, вот как ты считаешь, откуда эта индифферентность, почему люди не хотят понимать, что дело не только в том, что их ограбили, они даже этого не все понимают, вот, но люди не хотят понимать, что в этой системе законов не только садятся коррумпированные судьи различного рода там комиссары и тому подобное, они не хотят понимать, что иногда небольшими изменениями законов системным создается такая нора, создается такая щель, через которую спокойно можно в офшору изымать и выводить вот это, грубо говоря, из нашего общего кошелька, вот откуда эта индифферентность, я скажу, что в данном случае, то, что мы будем сейчас обсуждать, мы будем обсуждать не законы, которые способствовали этому, а будем говорить о прямом игнорировании действующих законов, прямом игнорировании действующих законов, норм, которые установлены в этом государстве. Даже хотя бы тех, что есть. Да, даже хотя бы. Именно это, что меня поражает, о чем я неоднократно и писал, и говорил на передаче, просто телезрители должны понимать, что 25-26 ноября наступает срок исковой давности. Вот я специально здесь выписал, чтобы быть абсолютно точным. Значит, согласно части 1 статьи 267 Гражданского кодекса Республики Молдова, общий срок, в течение которого лицо может защитить свое нарушенное право путем подачи исков в судебную инстанцию составляет 3 года. Все. То есть, завтра вы кредитные инспекторы и кто повыше пошли по инстанции, вы уже привлечет к уголовной ответственности не сможете. То есть, он придет, ребята, вы что, прошло 3 года и любой адвокат скажет, вот есть закон и все, и я свободен. То есть, мы дальше будем говорить о том, что в нашей стране делается все для того, чтобы увести, будем говорить, общественное мнение, не говорим следствие. Следствие, они все знают и хорошо осведомлены, что и как и где. Именно вывести общественное мнение от того, что было сделано и как было сделано. И пытаются перевести вот держеворы и показывать нам совсем другого. Вот примерно так. И поэтому, если говорить о фигурантов этого дела, то здесь несколько групп. Первая группа это прежде всего наше правительство в лице Лянки и Габурича. Значит, они какое сделали нарушение? То есть, в тот период, да, действительно, в этих трех банках, в которых произошло основное хищение банка, деэкономия, банка, Сочиала и Унибанк, было недостаток ликвидности 2 миллиарда. Это была парламентская эмиссия, она сама определила и так далее. Тем не менее, значит, правительство сначала Лянки принимает секретное постановление в начале... Внимание, что значит секретное? А то, чтобы никто не знал. То есть, как бы, узнал лучше... То есть, публично... Нет, это было секретное, значит, о выделении, о предоставлении гарантии Национальному банку для помощи этим банкам на 9,6 миллиарда леев. Потом правительство Габурича, заметьте, пред 2 миллиарда дедостатка ликвидности. А потом правительство Габурича уже 30 марта 15-го года 5,34 миллиарда. 5,34... Еще добавляется? Еще добавляет 5,3 миллиарда. Я потом расскажу, для чего это было сделано, какие были мотивы. И вот эти деньги выделяются этим трем банкам. Значит, а параллельно, параллельно, значит, из... еще из трех банков, Молденком банка, Виктория банка, Агрбанка, ну, естественно, Унибанк и Банк Одинокомия, самый большой донор это Банк Одинокомия, из него 11 миллиардов, загоняется все это в Банк Сочало. И это легко очень проверить, потому что я буду говорить, то есть, цифрами только официальными, и те, которые цифры опубликованы, будем так говорить, которые являются... То есть, никаких домыслов, догадок, четкие факты. Есть бухгалтерский баланс, любой мой с ним ознакомится, он был раньше на сайте, но сейчас сайт по банку сначала сняли, но он был. На 30 октября там чистилось, я опять назову абсолютно точную цифру, 60,6 миллиона леев по строке 140 аутиактиве, а уже после того, как туда закачали деньги, стало 17,8 миллиарда леев. 17,860. То есть, давай так, теперь на уразумение, вот я как бы здесь по ту сторону как бы экрана, я простой телевизор, смотрельщик в телевизор, да, и хочу понять, ага, значит, чтобы где-то что-то появилось, надо откуда-то взять, а чтобы взять, надо спросить, а кто взял. Значит, если перейти вот на такой простонародный язык, эти деньги лежали в государственной казне, так правильно понимаешь? 9,6 миллиарда, они лежали в резервах государства. Вот они 9,6 миллиарда отдали, плюс оголили полностью банка деэкономии 11 миллиарда, с банка, этот, унибанка, с Молдинкомбанка, Виктория банка и Агробанка, и загнали туда 17,80 миллиарда лены. Но перед этим туда закачали вот эти вот из нашей из казны, скажем, по-простому. Да, они в эти 3 банка раздали, вот эти вот 9,6 миллиарда. А потом со всех собрали и слили в один. Со всех еще и загнали туда 17,8 миллиарда. И обратите внимание, что никто нигде никогда не упоминает, что деньги украдены из банка сначала. Никто никогда нигде не упоминает. Дальше наступает следующее. Почему не упоминает и чем важен именно вот этот особый банк? Потому что все время называется банк деэкономия. Но деньги-то украли не банк деэкономия. Банк деэкономия, будем говорить, полус, легально, он имеет право, по сути дела, если я говорю юридическим языком, он имеет право дать межбанковский кредит. Имеет право дать. Он дал 11 миллиардов. Да, это много, за это надо наказать и так далее, и так далее. Тем не менее. Тем не менее, то есть, будем говорить, законодательных норм, законодательных норм, ограничивающих эти действия, нет. То есть, в принципе, это экономическая цель. А чем банк сначала? В чем его особая роль? Почему именно в него закачали? Это был кошелек. Так. Это был общак. А в чем особенность этого кошелька? Ну, решили какого-то ягненка подклада на заклане. Могли уни-банк, могли другой банк. Остановились на банка сначала. открылись на банка сначала. Слили туда все? Да, слили туда деньги. И затем, из этих денег, значит, теперь мы уже переходим к, то есть, если первая группа, это конкретно Габурич и конкретно Лянка, конкретно Лянка. Начинаем с него. И те, кто оформляли эти документы, зная о том, что ликвидность, недостаточная ликвидность всего 2 миллиарда, загнали такие огромные суммы, то вот они нарушители, то есть, имеется в виду и те, кто готовил, и те, кто подписал. Вот, они должны уже как бы сидеть. И тем не менее, ребята подписали. Да, они подписали. Дальше. Теперь переходим ко второй группе. Значит, здесь опять мы говорим о законной стороне. Дело в том, что банки, это во всем мире, они работают в основном на чужих деньгах. И поэтому центральные банки, они разрывают такие нормы с тем, чтобы эти деньги из коммерческих банков не были украдены. Потому что обрушение коммерческого банка это обрушение не группы акционеров этого банка, это обрушение целого до всех вкладчиков, всех, имеется в виду определенного сектора экономики, который они обслуживают. Поэтому очень жесткий. И вот в нашем регламенте по международным нормам запрещено при любых обстоятельствах в одни руки давать больше 15% от совокупного нормативного капитала банка. То есть, это собственно сержава банка. И день не плачет. А тут сколько грохнули? Да. для банка Сочиала это 70 миллионов. 70 миллионов всего. То есть, вот какие бы они не делали залоги, там... Это предел? Это предел. Это планка. А тут его перескакивают? Да. В каком количестве? Повторяю еще раз. Значит, они выдали пяти фирмам суставно капитал, образно говоря, 5400 леев, 13,3 миллиарда леев. Да, я даже на зубы... Имея право только на сколько? На 70. На 70. Миллионов. Да, на 70 миллионов. А далее сколько? 13,3. Выгрузили хорошо. Вот Донмира 2,7 миллиарда, Доверна Ком 3,2 миллиарда, Воксимар Ком 2,5 миллиарда, Комтрейд 2,3 миллиарда, Каритас Гроб 2,6 миллиарда леев. То есть, этим ребятам, значит, имея право выдать только 70 миллионов, а далее кредит сколько? Далее 13,3 миллиарда. Ой-ой-ой-ой. Значит, теперь я хочу, я, по крайней мере, неоднократно оформлял кредиты в банк сначала, я был их клиентом, в компании, которая работала. Могу только сказать, и кто оформлял вообще в банк кредит, потому что я оформлял и в банк деэкономии, там выворачиваются душу. Там тебе 10 раз переделаешь бизнес-план, обоснование, То есть, получить какие-то копейки, из тебя выврут. А тут грохнули миллиарды леев. Да. В леях это миллиарды. 17,8. 17,8. Ну, 13,3. Взяли это, плюхнули, и никто тут не ходил и бизнес-планов не спрашивал, ничего. Ничего, ничего. Более того, значит, те документы, фиктивные, которые определялись как залог, они, фортуна, компания, зарегистрирована на Северсейских островах, это английское королевство, когда туда позвонили наши журналисты, те сказали, мы первый раз слышим, что мы являемся залогопоручителями как бы по этому делу. Чтобы было понятно. То есть, грантами как бы. Да, да, да. Вот теперь я задаю вопрос тебе и задаю вопрос телезрителям. Вы слышали, чтобы руководители и главные бухгалтеры эти фирмы были объявлены в розыск? Да, к взрослому никто такого не слышал. Вот о чем идет речь. Теперь дальше. Мы говорим сегодня, я еще раз, я это нескоро наговорил, о том, что есть вот регламент о крупной подверженности. Я не слышал даже, что кто-то опросил товарища Лянга, который нас в Евросоюзе представляет доблестно. Да, да. Который не знает, что такое ВВП. Да, и он всего лишь премьер был. Да. Значит, это, конечно, можно такое, как бы, такая горькая горький юмор. Да, горький юмор. Да, но тем не менее. Я хочу сказать, в чем, то есть, еще раз подчеркиваю, что есть регламент Национального банка. В соответствии с регламентом Национального банка коммерческие банки тоже принимает аналогичный регламент, где эта норма переписывается еще раз. Под роспись все расписываются. Поверьте мне, я много лет читал банковское дело в экономической академии. Каждый студент знает о том, что это такое крупная подверженность и что есть вот такая планка ограничений. Тем не менее, кредитный инспектор оформляет договор, зная, что он нарушает то, что он едет на красный свет, как любого водителя, чтобы было понятно. Любой водитель знает, что на красный свет ехать нельзя, ни при каких обстоятельствах. Он, тем не менее, оформляет, юрист визирует. Поскольку это крупная подверженность, утверждается на кредитном комитете. Дальше, члены кредитного комитета тоже подписывают, что согласны. Дальше, члены совета банка тоже утверждают, что это правильно и после этого подписываются управляющим банком главным газом. Задится вопрос, почему все эти люди до сих пор на свободе? Внимание, у меня другой вопрос. я понял так, что каждый из вот этих, который должен был проверить перед тем, как подписать, это все равно, ну, скажем так, регулировщик или какой-то светофор, который должен проверить, на красный цвет он идет или на зеленый. или нет норму. То есть, получается, что эти люди, которые должны были осознанно останавливать, вот эта вся череда вот этих ребят, которые должны были остановить вот этот процесс, они почему-то все дружно все подписали. И вопрос второй, за это их никто не привлекал. Я еще раз подчеркиваю, что обратить внимание, я говорю по-простому, что ни руководство этих пяти фирм, которые получили 13-30 миллиарда, ни работники, работники, не только инспекторов, я перечли за всех, банк отсречал, о них даже никто не говорит, о них даже не вспоминает, потому что оставшаяся часть, еще 4,5 миллиарда, она ушла на покрытие ранее взятых кредитов, потому что было понятно, 17-8 и 13-3, где 4,5? 3,5, там были кредиты взяты. Понятно, но 30 тонн золота уплыло. Да, это как бы этот, теперь, то есть это вторая группа, как бы подельника, которая должна была сидеть. Теперь третья группа злоумышленников, значит, это сам национальный банк. Значит, дело в том, что все платежные поручения, они идут, где написано, что выдан кредит фирме Донмира, 3 миллиарда, елки, как можно дать кредит? 3 миллиарда, кредит, Леев, да, они знают о том, что есть, какой совокупный нормативный капитал, то есть любой клерк в национальной банке должен тоже побежать стрепенуться и доложить. Драгуцану сказать. Сумма огромная. Да, это первый момент, который нарушен. А чтобы это прошло, госпожа Табырца, зам Драгуцана, сидел 25-26 числа, ноября. А где был сам товарищ Драгуцан в это время? А он, не могу сказать, дома ли спал, либо принимал, как бы, его никто не рассказал, она не позвонила, что не знаю, что делать. она была, наоборот, посажена для того, чтобы все это прошло, без сучка и задоринки. Этот паренек не просто где-то спал. Нет, я поэтому говорю, что он, то есть, он был как бы сверху, а смотрящим по этой схеме была госпожа Табырца. Вот единственное, кто пострадал, его уволили с работы. Вот как бы этот, да? Это первое нарушение. Второе нарушение, которое допустил Национальный банк. Нет, ну понимаешь, тут что? Тут получается, что я как бы вот, а Драгуцан ничего не знал, а он ни при чем. Как? Идет подтяжное поручение, где написано, в фирме такой-то выдан кредит на такую-то сумму, и это приходит в расчетно-кассовый центр Национального банка. И он видит, я еще раз подчеркиваю, что любой студент экономической академии или другого экономического факультета, есть специальность банковского отдела, знает о крупных подвержениях и знает, что максимум можно 15%. Кому как Национальный банк узнает, какой целокупно-нормативный капитал в банка сначала и какие суммы. Для любого, если когда идет сумма в 3 миллиарда, его должно ошарашить. Я другое сейчас хочу. сказать, вот смотри, чтобы у наших дорогих соотечественников не создалось такое впечатление, что вот эта табырца, злый день. Не она. Не она. Эмочка, табырца, не главный злый день. Не, не, не. Она была смотрящая. Ну, смотри, ее посадили, ее делают. А вот меня удивляет. Премьер, допустим, Лянка, да, возьмем этого, Драгуцан, уж казалось, после Толмача, гениального этого экономиста, это уникальный человек. Который рвут штаны до сих пор и неизвестно за что. Это великий человек был, Толмач. Почему? Он есть, он есть, да. И все такое. Значит, его отстраняют. Специально. И Драгуцана ни с того, ни с сего ставят. И в решающий момент он или спит где-то, или гуляет, или что, и он как бы ни при чем. А Толмача, между прочим, выводят еще из Молвенкомбанка. Там же тоже был афер, он же тоже был задействован в Молвенкомбанке. Кто? Толмача же тоже вывели из Молвенкомбанка. Он же был управляющий в этот период. Толмача вывели... Перед этой схемой его вывели тоже из этой... То есть, внимание, чтобы он не помешал, от него Толмача избавились не только на уровне Национального банка, но и на уровне Молвенкомбанка. Молвенкомбанка. То есть, мужика, грамотного профессионала, которым заслуги его неимоверные. Ну, наверняка, я сразу понял, сказал, ребята, вы что творите? Его убирают предварительно из Национального банка, из руководства. И перед этим, вот когда самое-самое, вот это надо было слить, вот это все вывезти, убирают отсюда. То есть, получается, что специалиста, который там, он понюхал бы, почувствовал, что где. Конечно, да. отстраняют сначала сверху Национального банка, о Национальном банке. Слушай, у меня что-то или с головой, и я думаю, наших телезрителей заклинило мозги сейчас. Подожди. Он не имеет полномочий подписать, чтобы дать, или не имеет полномочий, чтобы не дать? Вот непонятно. Я сейчас зачитаю статью. Акты Национального банка не подлежат проверке целесообразности. То есть, суд не имеет права приостановить действие Национального банка. Хорошо, а Драгуцан, как тут выяснили? Нет, вот имеется в виду, когда он видит, что перечисляется вот такая сумма, то есть, он сразу был приостановить это перечисление, и суд не имеет права ее отменить, его действия. Вот я хочу... Драгуцану что помешало? Узнать об этом и остановить это. Более того... Сумма гигантская. Нет, он знал об этом. Значит, более того... подожди, эти все кукареков, он ничего не знал, как бы он... Нет, парень где-то, как ты говоришь, в отпуске, где он там был, в командировке. Нет, вы же понимаете, что такое зам... Не ж, давай беспонимаем. У нас слушают сейчас заместитель. Тысячи телезрителей. Миллиардные сделки. И вот эти вот ля-ля-та-поля их, что он как бы не знал, он бы ни при чем, или тот, мы должны, чтобы телезрители поняли, это тебе понятно, и мне понятно, и многим другим понятно. Но мы должны сказать, что здесь не понятно, не понятно, а что здесь вопрос, а как это могло произойти? Только с его ведомой согласия. Что и требовалось доказать? В этом даже нечем сомневаться. Потому что, когда так возникают такие дела, то тут же докладывают первому лицу. Более того, я скажу, что у нас есть закон 2007 года о борьбе с терроризмом и отмыванием денег. Любое перечисление выше 500 тысяч левых, если вызывает сомнение, должно передаваться в следственные органы для разбора. Точка. Этого не произошло. Это как бы это. То есть мы с этой группой подельников закончили и переходим к четвертой. А, здесь еще одно нарушение есть. Дело в том, что Национальный банк постоянно устанавливает ставку рефинансирования. Она постоянно публикуется. Значит, обычно раз в две недели, в три недели. Значит, это та ставка, по которой Национальный банк может выдавать кредиты коммерческим банкам. Так вот, в ноябре ставка рефинансирования было 3,5%. А кредиты выдали банкам под 0,1%. Опа. То есть это тоже нарушение, вы поняли, да? То есть получается, если банк торгует деньгами, в этот день он торговал деньгами по невидомо низким ценам. Без оснований для этого. Вот я, чем мы делаем. То есть это государственная структура. Национальный банк это государственная структура. Есть норматив 3,5%. Он не имеет права дать ни по 4, ни по 2,5, а по 3,5. А ровно как сказано. Да, как сказано. То есть мы говорим сегодня о том, совершенно не совершенно законодательстве нормы нашей действия, но есть вот такая норма. Она нарушена. Какая цена, деньги продаются по такой цене. Правильно. Вот это как бы следует. Теперь четвертая группа подельников это сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией и работники прокуратуры. Дело в том, что Богдан Зумбрянов, начальник следственного управления центра по борьбе с коррупцией, еще в феврале 15-го года, то есть спустя два месяца после той кражи, да, там чуть больше, чем два месяца, он сказал, что нам абсолютно все известно. Кто взял деньги, как взял деньги, куда ушли деньги, осталось выяснить за малым, это я дословно цитирую слова, люди забрали деньги себе либо работали за комиссию. Прошло почти три года. Ребята, это уже бездействие преступное. То есть получается, слушай сюда, это красиво, говорят, ты, ребята, я крутой пацан, я все знаю, я все знаю, кто, кому, чего и так далее, но нифига не собираюсь делать. Красавец. Браво. Более того, начальник ЦБК... Честь мундира у него, мундир, везде. Он же сказал, что та информация, которую представил Кролл, нам было известно, там никакой элемент новизны нет. То есть то, что Кроллу такие огромные деньги заплатили, их и не надо было платить. Потому что мы все-то знаем. Ребята все знают, да и что, и зачем вы там сидите тогда, парни? Нет, а это здесь преступная тоже статья, за непонятие нет. Так вот я и говорю, ребята, что значит, вот представь, бьют кого-то, милиционер Миша отвернулся и делает вид, что не видит. То есть не помогает. Тебя зачем общество ментом поставило, чтобы ты защищал граждан, правильно? А тут получается, такой человек, который должен все знать. И он говорит, да, я все знаю. Он говорит, да что ж ты наш батенька не защищаешь? мы же все общество... Не велено! Не велено! Не велено! Не вонем! Так, и что с этим? Да, теперь дальше. Я пошел как бы закончить как бы все это... смотр всех. Теперь в марте поступают эти 5,4 миллиарда второй транш от Национальной банка подгороднию правительства. Значит, и эти деньги возвращаются Молдингом банку, Виктория банку и Агробанку. Поэтому они остаются как бы за скобками. Они как бы за скобками. Они выдали кредит межбанковский, они получили свои деньги назад и поэтому о них тоже никто не вспоминает. Вот в этой связи возникает вопрос. Что это? Первая сделка случайная сделка? Нет, не случайная. Вот, поднимите, она, откройте сайт счетной палаты, там за 12-й год, я просто приведу пример, значит, отчет номер 5 от 14 февраля 12-го года. В 2008 году Банк Адекономии посредством филиала 1 Кишинева взял в наем объект недвижимости 1500 квадратных метров расположен по улице Колумна 104 дробь 1 на срок 5 лет. Стоимость аренды 1 квадратного метра была согласован в размере 35 евро. С авансовой оплаты за первые три года 1,9 миллиона евро. При том, что сам объект посредной стоимости стоит 566 тысяч евро. 3,5 цены платили аренду сразу этого здания. Это разумно? Дальше. Смотрите. Тут еще дальше. По ЛАЗО значит, они компания берет у другой компании по 13 евро и в этот же день передает Банк Адекономии по 50 евро за квадратный метр. Нормально? Ну да. Прокладка. Прокладка. Вот смотри, чтобы нашим телезрителям было понятно. Значит, чтобы они знали, люди добрые, знаете такую вещь. Если где-то что-то продается, вот как те деньги, по слишком низкой цене или покупается по слишком большой на этой разнице, кто-то имеет. И кого он имеет? Нас. Хорошо. Да. Теперь еще такое. В то же время он свои площади сдает по 8,3 74 лея в месяц. То есть, в несколько раз дешевле. Это установилась в счетная палата. Ни один человек к ответственности не привлечен. Более того, значит, в понедельник было заседание, будем называть так, общественная палата, возглавляет и при президенте возглавляет Гелич. И он показал секретный, опять-таки, документ Международного Валютного фонда, который в 13-м году сказал, ребята, у вас идут невозвратные кредиты, у вас есть нарушения, грубо масса и так далее. Драгоцально по поводу этого пишет докладную записку в парламент, и никто не несет никаких. То есть, все это идет как бы это. Более того, я могу сказать по тем материалам, которые я следил. Значит, совокупно-нормативный капитал, в то время норма 150 миллионов, потом она стала больше, это минимальный совокупно-нормативный капитал, у Банка Диэкономия в 13-м году дошел до 90 миллионов. То есть, стоял вопрос о закрытии банка, почему он должен был забрать мне лицензию, почему Драгоцально собственно писал это письмо. Но поскольку все это прошло безнаказанно и остается безнаказанно там по мелочам как бы пытаются кого-то как бы теребить периодически, но всерьез я, например, не видел, чтобы кого-то всерьез за что-то наказали. Люди поняли, что коль можно воровать без последствий по-малому, то почему не грабануть по-крупному? Вот, собственно говоря... То есть, ты хочешь сказать так, что в этой системе значит малая безнаказанность, ну, я грубо говорю, вот представь, какое-то пришло к руководству какая-то политическая шарашка, допустим. Вот они 4 года от это самое ну, украли миллион, Вице сходят с рук никаких проблем. Отдельно 1, 2, 3, там, 10, там, пару десятков миллионов. Нормально. Второй раз ребята избираются то ли сами себя, то ли по нашей глупости. Они говорят, парни, если прошли десятки, может, сотнями уже пора? Второй срок пошли сотни. И, наконец, пришел третий срок. Они говорят, ребята, смотри, мы вместо того, чтобы сидеть на параже, рядом с филатом и все такое, да, что там, давай, пошли, поехали. То есть, ты считаешь, что вот раз не наказали, четыре года отпраздновали, еще четыре года, а народ все голосует, что там непонятно. И в третий раз дело пошло на миллиарды. Дорогие соотечественники, я не знаю, если вот кража этих эквивалентов, 30 тонн золота, это сколько, ты сказал, 40 с чем-то процентов? 42 процента от всей денежной массы в стране. Да я бы боюсь, что если вы этих парней в четвертый раз изберете, но я, наверное, всю денежную массу измут, и, наверное, не только ее. Поздравляю вас. И раздут там туалетную бумагу. Помню, кричали на гимпу, Иуда там, шумели, там понимаешь, что до 130-го. А я говорю, а что вы его обзываете Иудой? Вы его три раза избрали. Его племянничка избирали, который тоже там вроде как на очереди. Я говорю, где вы были тогда? Кто же Иуды? Они обычные деловары, политиканы, серечь, воры и аферисты. А вот вы, люди добрые, которые трижды, мало один раз за воров, мало два, мало три, аппетиты росли. Если вы еще и в четвертый раз собираетесь голосовать за них, ну, тогда уже, наверное, за границей мне делать нечего, уеду в Бутучино и буду там доживать свой век. Сказать с такими согражданами, ну, не знаю. И еще один штрих. Один штрих. меж менталитет, правда и общество, мы все виноваты. Я говорил с одним моим, добрым знакомым. И он говорит, Петер Ваш, мы не виноваты, мы за них не заголосовали. Я говорю, мы все виноваты, все до одного. И те, кто против, голосовали, даже те, кто против. Значит, не убедили соседей, не объяснили им. Знали, но не делали ничего для этого. И поэтому, помнишь, как у Райкина, приходит Райкин, помнишь, пиджак, и челюсть, упал микрофон. И прошу прощения, и вот этот самый очень интересный вот этот пассаж, где Райкин, где Райкин говорит, слушайте, что вы мне пошили? А тут вызывают мужиков, те, кто пуговицы, говорят, пуговицы, не дерешь? Пуговицы, есть претензии? Руга пошит, не дерешь, все сделано, как надо. И он говорит, да, ну, костюм-то не получается, фигня какая, ерунда. А то говорит, ну, не знаем, говорит, тебе все сделано, мужик, что-то еще хочет. У нас специализация. И вот тут, я думаю, вот сейчас закреплю этот микрофон. И я тут думаю так, что это точно можно сказать нам всем словами вот этого персонажа Райкина. Говорит, ну, ребята, вы хорошо устроились. Никто, как бы, ни за что не отвечает, то все хорошо. И я думаю, что общество, которое избирает такое руководство, которое его грабит, и при каждом новом переизбрании на порядок возрастают суммы грабежа, мало чего стоит. Люди добрые, постыдитесь, это все мы творим, это зло. А то, а то привыкли списывать, вот они, они, а кто их не избрал, как не мы. Вот я об этом межик, а что, в менталитете наших людей четко забилось одно, мы все отвечаем за эту страну, все до одного, не поддержим нашего президента, вот будут издеваться над ним, не поддержим наш язык. Вот сейчас Конституционный суд слышал новость. Да, да, румынский язык. Да, на секунду, от экономики, потому что мы на нас, мы вышли на самое главное, Миша, на наше общество, на наше мышление, государственность нашу. Как вот ты считаешь, вот с румынским, я думаю, народ только имеет право говорить, на каком языке я говорю. Я родился в семье, где, допустим, румынских традиций придерживают, я считаю, допустим, язык, если я родился в семье, где придерживаются молдавских традиций, мой отец, мне, когда я был шкет малый, мне папа сказал, сынок, ты молдаванин, у меня русский отец молдаванин, и говоришь ты на молдавском. И я все, я запомнил на всю жизнь, что я молдаванин, говорю на молдавском. А другой свой язык считает другим. Кто на чем? Кто болгарин, кто гагауз, кто еврей, кто как, правильно? Вот. И не конституционному суду булькать про то, на каком языке, говорят молдаване. Это дело народа. Хотите что-то изменить, если у вас так чешется? Обращайтесь к народу. Обращайтесь к народу. Я просто хотел еще один штрих. И это все связано. Абсолютно. Я хотел еще один штрих, который все время продвигается, будем говорить, купленными масс-медиами, о том, что во всей этой афере задействованы Филат, Платон, А Платон тоже задержал? Нет, нет, сейчас я этот, Филат, Платон и Шор. Теперь вот представьте себе, могут ли Филат, Платон и Шор организовать симфонический оркестр, где сыграли на всех скрипках, идеально, без какой-то фальши. Миш, я думаю, они все-таки исполнители. Нет, есть, нет, кто задумчив? Нет, нет, нет. Кто вот рулил этим делом? Нет, я объясню. Ну, представьте себе, задействованы были значит, шесть банков, они играли как слаженный оркестр. Так. Два правительства, национальный банк, прокуратура, цен по борьбе с коррупцией и плюс к этому еще СИБ, не забывайте, что они тоже в них есть акционалистические федерации. И все это должно быть заоркестровано четко, нота в ноту. Вот могли эти, это битрический вопрос, могли эти три человека организовать эту схему с их полномочиями, влиянием и так далее. Однозначно, в моем мнении однозначно нет. Это просто такой... Я тоже не верю. Да, это риторический вопрос. Знаешь, люди обычно любят, кто тут виноват? Шор там, Платон. Шор виноват, Платон виноват, и так далее. А у меня такое тоже впечатление, что ответ какой-то другой. Это не могут, ну, два, три там, пусть, великих, невеликих. Ты как чувствуешь, Миша? Потому что я чувствую, что... однозначно, как бы... Как вы представьте, чтобы шесть банков подмять под себя, повторяю, цены по борьбе с коррупцией, СИБ, прокуратуру, два правительства, причем, если Лянки это бесхребетный и малограмотный будем человек, проверено ничего и не заработал. В экономике, да, да, то Габурич это тертый калач, и он с радостью как бы смылся после того, как его заставили выдать вторую гарантию. Наверняка он понял, что здесь делается, и он просто, откровенно говоря, и видно, он сопротивлялся, поэтому тогда и вытащили как бы это дело, о том, что он незаконно получил диплом. Это был повод, чтобы красиво выйти из игры. Да, 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 да. Вот это лично мое мнение. Поэтому сегодня... финал у нас передача, к концу, скажи нашим дорогим соотечественникам финале. Наше счастье в наших руках. Если мы не возьмем эту власть, как след, и не труханем ее, как это так, чтобы не встряхнем ее, чтобы ее уже не исправить, ее надо просто однозначно сменить. Потому что эта грязь, эти конюшни, надо расчистить. Должны в страну прийти люди, которые действительно считают эту страну своей родиной, которые будут стремиться, чтобы страна процветала, а основания... И уважают своих граждан. И уважают своих граждан. А будем говорить, база, еще не все здесь потеряно. Здесь есть еще много, что можно поднимать и развивать. Но при нынешней власти мы, к сожалению, катимся вниз, в тупик. Ну, само воровство это беспрецедельно. Если сегодня уже наши западные кураторы говорят о том, вот, открытый, неоднократно... То есть уже запад, который их благословлял историей успеха. Да, да. Что это захваченное государство, с чего уже больше. Понятно. Ну что, Михаил, спасибо большое. Спасибо за участие в передаче. Я думаю, что многое мы узнали из тобой. И самое главное, мне понравилось то, что ты завершил это тем, что нечего искать виноватых. Виноваты мы все, и нам обязательно надо встряхнуть весь этот мусорную яму, как ее назвать. Я не знаю, потому что все начало разлагаться. Дорогие соотечественники, падают желтые листья. Очевидно, эти желтые листья это последние остатки наших иллюзий и наших глупостей. Для того, чтобы пришла весна, чтобы расцвели новые цветы и новые листочки, необходимо, чтобы старое упало. Желательно, чтобы оно падало так красиво, как падают красивые листья с деревьев. В эту прекрасную золотую осень вечно любящий вас Виктор Иванович Борщевич. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова